Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня мы в гостях у Андрея Кизилова и напарника Михаила Кудина. Мы поговорим сегодня об истории убыхов, о проблемах, связанных с изучением убыхского вопроса в современном ключе. Собственно говоря, почему мы в гостях у Андрея Кизилова и у Михаила Кудина. Они большие специалисты, именно профессионалы по этой теме. У них есть публикации, ведутся действующие работы, в том числе полевые. Поэтому, наверное, на сегодняшний день это самые большие специалисты именно по данной теме. В общем, спасибо за то, что согласились интервью. Ну и, думаю, перейдем сразу к основным вопросам. Хотел бы для начала попросить нашим подписчикам, чтобы вы немножко рассказали о себе, в общем-то, почему вы пришли к убыхской теме в своей персональной деятельности и как бы ваши успехи в этом направлении. Дело все в том, что по причине довольно-таки серьезных находок, которые стали последние годы мне сопутствовать, у меня стал ребром вопрос о получении профильного образования. Пришлось как бы получить третье высшее образование, именно историческое, специализированное. Естественно, когда вопрос стал о работе, выборе тематики дипломной работы, когда мне было предложено в ключе существующего гранта у университета заняться поисками сохранившихся убыхов в горах моего родного города, я не мог не отказаться от этой темы. Кубанский, правильно? Кубанский государственный университет. И, как говорится, слава богу, что совпала направленность. То есть, мои знания и мои связи в горах на данный момент оказались востребованы. И поэтому отказаться от того, чтобы совместить полезное с приятным, было бы неинтересно. Тем более, что, как бы, я живу в центральном Сочи, Михаил живет в Лазаревском районе. И по роду своей деятельности он тоже хорошо ориентируется в аулах, знает там большое количество людей, со многими в очень дружеских отношениях. Поэтому, естественно, я сразу обратился к тому, что привлек его к этому вопросу, потому что он просто интересен тоже. Хотя у него историческое образование уже было получено ранее, но, как бы, мы же занимаемся этим не для отчетности, это просто, как бы, то, что нам нравится. Ну да, я хочу дополнить, что мы являемся краеведами, и вот по роду этого нашего увлечения получается, что, хотя вот, что у Андрея, что у меня основная любимая тема, это дольмены кавказные, но приходится заниматься всем, что происходит. Это и дачи конца 19-го, начала 20-го века, и этнография, соответственно, и очень многое, опять же, по той этнографии даже можно встретить в научных трудах, что многие языческие обряды уже умерли, их не существует. Но, вот опять же, проживая на месте, общаясь с местным населением, узнаешь, что они до сих пор проводятся, все это существует, и есть некоторые интересные моменты, которые вообще в этнографической литературе не упоминались. Ну, поэтому занимаемся всем, то есть от глубокой древности, от палеолита и до современности. Ну, в общем, я думаю, мы с вами будем часто... Разделять эти позиции и сепарировать их на узкие направления, это ущербно для самого исследования, потому что мы не можем заниматься настоящим, если мы перечеркиваем прошлое, и занимаясь прошлым, не учитывая настоящее, тоже мы оказываемся в прогрешном положении. Поэтому на данный момент мы консолидировали все эти знания, потому что это дает максимальный результат, в конце концов, по финалу наших исследований. Понялось. Тогда, в общем-то, предлагаю перейти к самому главному, наверное, в глубокской теме вопросу на сегодняшний день, самому остростоящему. Поэтому бытует мнение, особенно в сети, в интернете, их часто встречается, у многих там активисты его очень продвигают, о том, что убыхов нет, они умерли, ну, как бы все вымерли, да, в убыхе. Это в одной из версий, во второй из версий они не вымерли, но просто, как бы, исчезли как народность, и якобы последним из них был Тиффик и Сенч, вокруг фигуры которого, как бы, сделали такого легендарного последнего из убыхов. Вот. И после него, якобы, убыхская культура и язык исчезли. Но на самом деле, как показывают, в общем-то, показывают статьи историков, ученых, вот ваши статьи, вы пишете о том, что это не так, что на самом деле убыхи есть, и они даже помнят язык. Вот, и я бы хотел вас по этому вопросу спросить, в общем-то, по результатам вашей деятельности, как вы можете ответить вот этим сторонникам насчет убыхской темы, существуют ли они еще и существует ли язык? Я вас понял. Давайте определимся в самом начале нашего диалога о том, на каком языке мы разговариваем. Если разговор идет на уровне торговцев семечками где-нибудь на базаре, то давайте сразу выключим камеру. Если мы говорим с точки зрения науки, давайте апеллировать научными постулатами. И откажемся от политики двойных стандартов. Я объясняю почему. Государство Израиля существует. Ивреит, как государственный язык, существует. Многие, наверное, не в курсе, что этот язык был утерян. Он язык восстановленный. То есть, на момент, когда он не был восстановлен, на нем никто не говорил. Это не означает, что евреев не было. То есть, восстановленный язык, генетические носители, носители культуры, они его смогли ввести снова в обращение и возродить себя как народ. Иначе это противоречит здравому смыслу. Далее. Существуют принципы канона, определенные известной всем организацией ЮНЕСКО. Это тоже организация серьезнее, чем просто интернет-сплетни. Если обратиться к канонам ЮНЕСКО, есть градации языков, которые соответствуют ситуации с народами. То есть, это вымершие языки, вымирающие языки. Там существуют целые категории. Далеко не будем ходить. Буквально совсем недавно, 15-20 лет назад, считалось, что корнский язык умер и нет корнского народа. Мэнский язык якобы тоже отсутствует. Но, тем не менее, я думаю, что все умеют пользоваться интернетом. Можете прогуглить и узнать, что корнский язык бывшего городского города Корнуэлт восстановлен по средневековым источникам, без лингвокурса. И сейчас ЮНЕСКО, не какой-нибудь юзер интернета, а ЮНЕСКО признало, что этот язык перешел в статус вымирающего, но не вымершего. Разница есть между красной и черной книгой. В вопросах биологии здесь та же самая ситуация. То есть, на корнском языке разговаривают сотни людей и пользуются им. То же самое с мэнским языком. Проверит, давайте, тема закрыта, все, он возродился, существует. Что заключается в проблемах в убыхах? Существует огромный объем записанных разговоров Тефико Исенча. Потому что Тефико Исенч попал в удачную волну, что им занялись многие. И, дай бог, сейчас здравствующие ученые, у которых эти материалы есть. Причем они не все опубликованы. Потому что они занимаются наукой, а не шоу-бизнесом. То есть, материалы есть, мы можем услышать свободный убыхский язык. На основании наличия лингофонного курса, грамматики и остальных всех опций, то есть, там имеется ввиду словарь, пословицы, поговорки. Язык становится уже не исчезнувшим, а исчезающим. Проблема сводится в том, что нужны носители языка, люди, которые будут на нем разговаривать. И вот здесь возникает краеугольный камень. Когда деятели альергарда науки, которые топчутся в хвосте времени, опираясь на данные 20-летней давности, они говорят, так убыхского языка нет. Мы говорим, так он же и есть. Но на нем же никто не говорит. И после того, когда разговор заканчивается сутью, они уже, будучи подпертые к стенке, говорят, ну и что? Ну ведь надо же, чтобы они между собой общались, убыхи-то. Даже если я один выучу сейчас какой-нибудь редкий язык, если мне с кем разговаривают, то его и нет. Для того, чтобы шло общение людей на живом языке, нужна общность для общения. Убыхи пытаются эту общность сейчас собрать. Так же, как делали представители корнского языка, мэнского языка. Им пошли навстречу, они реализовали свою программу, создали общность, начали учить язык и разговаривать между собой. Когда наши убыхи задают вопрос, давайте мы создадим общность, чтобы общаться, им отвечают, так у вас же нет языка. Вот вы начните говорить, начните говорить по убыхски, и мы признаем, что вы есть. Что первичник курица или яйцо. Да, а как они могут восстановить убыхский язык, если не имеют коммуникабельного общения? То есть им предлагают, условно говоря, собираться где-то, не знаю, на подворотнях, на околицах, на своем энтузиазме и начинать там учить убыхский язык. Мы говорим о цивилизованном обществе, мы говорим с позиции признания культурных международных законов. Международные законы культурного возрождения всегда говорят о том, что наука должна пойти навстречу возрождающемуся народу языку. Но для этого нужны законодательные какие-то акты, которые признали бы этих людей. Законодательные акты говорят, что эти люди не говорят на убыхском языке, поэтому нечего им собираться в общности. И получается замкнутый круг. Недавно я буквально брал интервью и брал материалы у потомков убыхского рода черен. Черенхер это у нас хаджико. Это прямые потомки, которых, кстати, уже раз в несколько хоронили. Они все как-то не умирают. Слава богу, живы. И меня в патовое положение, я немножко не ожидал, увлекся темой, поставил один из потомков. Я ему говорю, понимаешь ли, в чем дело, Зуркан, если вы убыхский свой этнос сможете возродить с помощью языка и будете восприняты как малый народ, по закону о малых народах твои дети получат какие-то дополнительные возможности улучшения жизни. Ну, льготы при поступлении в институты, ну, это существующее законодательство. Он не злобно рассмеялся и сказал, так я и так представитель малого народа. У него отец шапсук, а мать, как бы, убышка. Естественно, он взял национальность отца, он шапсук. А шапсуги уже малый народ. То есть, грубо говоря, от того, что он будет признан убыхом, он ничего реально с этого материально или правовой форме не изменит. Вопрос. Вот признание факта существования убыхов. Что произойдет, что в социальном смысле несет какой-то дисбаланс? Мы исчезающий народ шапсугов переименуем несколько человек в убыхов. Что в этом сложного? И я бы сказал, что в этом дестабилизирующего ситуации может произойти? Россия, именно как страна, государство, на международном уровне только выгадывает в этом смысле положительный момент. То есть, мы подтвердим существующие декларируемые нами демократические принципы нашего государства. Если мы это сейчас не делаем, мы даем просто козырные карты в руки, в принципе, идеологическим врагам России. То есть, в принципе, мы даем им карт-бланш. В перспективе говорит, да вот вы шубыхов тут не признали. Вопрос, естественно, не решается просто так. Вопрос не решается, естественно, за несколько месяцев. Но решать его надо. От того, что мы сейчас закрываем глаза и говорим, что этого не существует, мы ничего не изменим. Я так понимаю, там идет активная переписка сейчас у активистов, да, из Убыхов, тот же Руслан Берзегов пытается добиться каких-то, ну, хотя бы внимания к своей теме. Потому что я читал ряд документов, у него там, ну, очень много отказов, причем таких необоснованных. Я читал все отказы, и отказы, на самом деле, в большинстве подавляющих своих случаев, отказы опираются на документы, которым по 20-25 лет давности. Ладно, тогда из правового вопроса хотел бы немножко сместить внимание к культурному вопросу. То есть использование некоторыми активистами с той же стороны, допустим, Абхазии, как это называется сейчас, неоязычество, вот этих легенд, связанных с Убыхами, так, например, популярна легенда о горе, о бытхе, так называемой, да, птице, насколько она, в общем-то, соотносится с реальностью или вообще не соотносится к ней? Здесь ситуация с многими легендами у нас одинаковая. То есть смысл в том, что легенда рождается на каком-то реальном небольшом факте, и потом интерпретация пересказывальщиков начнет давать любую прогрессию. Ну просто она, опять же, возникла не на пустом месте, то, что может быть где-то художественно приукрашено, вот из-за этого, кстати, и сама ситуация возникла, которая как стереотип у многих в голове засела. Это вот последний из ушедших знаменитый роман, это художественное произведение. Поэтому там автору нужно было ситуацию даже приукрасить отсюда вот это. А потом, к сожалению, и некоторые ученые, этнографы, которые глубоко не вникают в тему, они тоже этот стереотип восприняли как истину. И те же журналисты, вот Андрей говорил уже, что Челлинг хоронили несколько раз, или там говорили, что... И племянник говорит, так я жива, почему мы тетю похоронили и сказали, что нас нет? С журналистами я заметил очень много, там ради вот этого красивого словца, ради новости начинают просто друг у друга даже брать. Многие не хотят даже слышать правду. Да, согласен. Вот им говоришь, черное, они говорят, нет, это белое, имешь белое, они говорят, черное. Причем дело доходит до абсурда. Такое ощущение, что у некоторых уши залиты воском. И мы договорились разговаривать с вами по-научному. Так вот, этнография, этнология, это наука. У нее существуют свои принципы и каноны. И если у нас есть интервьюеры, информаторы, информация их не противоречит существующим каким-то позициям, то она воспринимается в науке как весьма авторитетный источник. Тем более, если информаторы находятся с разных регионов и не знают даже друг друга. Ситуация попытки очень интересна. Давайте отбросим сказания, вот как наши известные часто русские былины-легенды. Там 40-40-ов и тьма тьмущая. Ну, понимаете, что это уже эпические термины. За тьму и тьмущая существует определенная цифра. Так вот, ситуация с размерами бытхи, богини, она уже ушла в какие-то выходящие за рамки мегалитизма. Там уже пишут, что была 30-метровая эта богиня каменная. И золото она весила, наверное, побольше, чем хороший микроавтобус. Но, подождите, ну это же сказание. По сути дела, предмет, который являлся как бы священным, священный предмет по весу не измеряется. Это могло быть совершенно небольшое изображение, небольшое абсолютно... Это элемент языческого фетишизма. Это мог быть просто какой-то элемент как мощи. И как мы его интерпретируем, это другое. Так вот, существуют, во-первых, отчеты этнографов, которые изучали потомков убыхов в Абхазии. И есть конкретный респондент, который говорит, что да, нашим священным местом являлась бытхарныха. То есть, это гора, входящая в перечень абхазских священных мест. Да, среди специалистов по этим священным местам есть разногласия. Но бытхар упоминается неоднократно. Это вопрос, касающийся этнографически. Теперь мы говорим о материальных факторах. Потому что, если мы говорим о священных рощах Пашахе, то эти рощи существуют. И, грубо говоря, все равно за любым описанием находится какой-то реальный факт. По бытхе реально до недавнего времени фактически не было публикации по археологии. Но это не означает, что там ее нет. Реально на территории и части бытха, где находится территория нацпарка, реально обнаружен ряд курганов. Курганов ранних. Они еще не исследованы. Ряд статей уже опубликовано в научных изданиях именно и антимовских чтений, археологической конференции в Краснодаре. Что на горе бытха, а на хребет, находятся и средневековые поселения, и останки древних христианских храмов, и прибрежные поселения, которые выполняли функции портов. То есть там шла активная торговля. Но между научным открытием и внедрением его в зону, которую у нас используют под термином, как всем давно известно. Вот в эту зону оно еще не вошло. Но в науке количество голосующих за открытие или против, это абсурд. Это либо есть, либо нет. Если кто-то про это не знает, то это, в общем-то, не вина науки. Побытки этих материалов более чем предостаточно. Более того, это уже вышло в научных публикациях. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы это дошло до общей массовой общественной создания. Продолжение следует...